Всем привет! Меня зовут Глазков Денис, я разработчик операционной системы Аврора. Сегодня у меня доклад о системе операционной системы Аврора и статус поддержки фреймворка Flutter. Сегодня вкратце обсудим, что такое операционная система Аврора, на чем пишется приложение сегодня. Расскажу про архитектуру Flutter, а также расскажу про наш текущий статус партирования фреймворка Flutter, про наши результаты и будущие планы. Операционная система Аврора — это отечественная мобильная операционная система и экосистема вокруг нее. У нас имеется более 10 мобильных устройств, на которых уже адаптирована операционная система Аврора. Есть более 100 партнеров, которые разрабатывают свои решения под операционную систему Аврора. Есть все необходимые сервисы — Аврора Центр, МДМ. В этом году имеется Аврора СДК — это среда разработки для операционной системы Аврора на базе Qt Creator. И уже в этом году выходит пятое поколение операционной системы. Операционная система Аврора разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». Это дочерняя компания «Ростелеком». «Открытая мобильная платформа» является участником open-source сообщества. Мы сделали много патчей витро Linux и в остальные open-source компоненты. Не хочу сейчас перечислить, тратит время. Также «Открытая мобильная платформа» организует учебные программы в ведущих вузах страны и имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Иннополисе. Все приложения в операционной системе Аврора сейчас пишутся на фреймворке Qt. Это очень мощный современный фреймворк, стабильный, сохраняющий совместимость с годами. Но есть один минус — то, что Qt больше распространен для десктопов. Если современному мобильному разработчику показать отрывок кода на Qt, он может впасть в шок, и поэтому мы стали думать, а как можно привлечь какие-то уже готовые решения на Android, iOS, на операционную систему Аврора, или сделать так, чтобы разработчикам было писать свои приложения проще. Мы решили найти какой-то альтернативный кроссплатформный фреймворк, чтобы увеличить переиспользование кода между платформами. Сразу выдвинули требования к фреймворку. Важно, чтобы он поддерживал большинство популярных мобильных операционных систем, чтобы у него была лицензия без каких-то юридических последствий, чтобы он был компилируемым и удобный для портирования. Среди кандидатов мы выбрали Xamarin, Ionic, React Native, Flutter и Kotlin Multiplatform с фреймворком Compose. Первые три варианта можно сразу откинуть. Это все довольно популярные мобильные фреймворки. Первые три варианта можно откинуть, потому что они используют языки, только интерпретируемые. У нас остается два варианта. Это Flutter либо Framework Compose. Все они поддерживают много платформ, но Framework Compose появился достаточно недавно, в 2021 году. У него до сих пор нет стабильной поддержки операционной системы iOS, и поэтому, выбрав этот фреймворк, мы не сможем получить большое покрытие решений, которые можно будет перенести на операционную систему of Rora. Остается фреймворк Flutter, имеет лицензию без D3, использует язык Dart. И главный плюс, что он компилируемый. Он умеет как интерпретироваться, так и компилироваться. Flutter работает почти что на всех платформах, которые на слуху. Это Android, iOS, Windows, Linux и Web. Как я уже сказал, он умеет как интерпретироваться, так и компилироваться. Набирает с каждым годом популярность среди мобильных разработчиков. Имеет удобную систему плагина, чтобы переиспользовать какой-то код. Его поддерживает Google, основной фреймворк поддерживает Google. За плагины отвечает в основном сообщество. Сообщество его разрабатывает, ченит баги и так далее. Имеет удобную архитектуру для портирования, про это я расскажу чуть позже. И имеет, как я уже сказал, лицензию без D3. Поэтому проблем при использовании исходного кода не должно возникнуть. Архитектура у Flutter очень проста. Есть четыре компонента. Это самый верхний, это Flutter SDK. Это набор утилит для того, чтобы собирать приложения, запускать приложения в эмуляторе, отлаживать приложения и так далее. Второй компонент — это сам Flutter Framework. Это набор компонентов, UI-компонентов на языке Dart. И какие-то еще дополнительные библиотеки на языке Dart. Третий компонент — это Flutter Engine. Это библиотека на C++, которая разработала Google. В основном является рентаймом для Dart-кода. И четвертый компонент — Flutter Embedder. Это компонент, который уже самый близкий к платформе. Он отвечает за создание графического окна, работы с клавиатурами, системным API и так далее. Поэтому, в принципе, чтобы портировать Flutter на новую операционную систему, нужно реализовать две вещи. Это, во-первых, реализовать Flutter Embedder. А во-вторых, это добавить в Flutter SDK поддержку сборки, запуска в эмуляторе, приложений для новой платформы. Мы решили в начале 2022 года организовать R&D по исследованию и портированию Flutter на операционную систему Аврора. Решили начать с разработки Flutter Embedder под операционную систему Аврора. Возникает вопрос, если Flutter уже поддерживает Linux, почему бы и не взять уже готовый Flutter Embedder для Linux? Объясню, потому что основной интрибьютор во Flutter for Linux был это Canonical, то есть Ubuntu. И у них там основной фреймворк GTK. И они вот этот Flutter Embedder написали полностью, использовав GTK-библиотеку. У нас в операционной системе Аврора в библиотеке GTK нет. Чисто ради Flutter ее вносить в операционную систему не хочется. Поэтому это уже первый пункт, к чему мы не взяли готовый Flutter Embedder. Во-вторых, каждая операционная система уникальна. У всех свои клавиатуры виртуальные, у всех свои менеджеры окон и так далее. Flutter Embedder сам по себе довольно сложный компонент. Его можно разделить на несколько блоков. Первый — это компонент, отвечающий за создание графического окна. У нас в операционной системе Аврора используется Wayland, поэтому мы создаем Edge Surface на основе Wayland Native Window и обрабатываем все события, приходящие от Wayland. Допустим, что содержимое поменялось, что было нажатие на экран, или ориентация поменялась и так далее. Второй компонент — это лаунчер приложений. Что он делает? Он в основном берет структуру, которую предоставляет Flutter Engine, библиотека, заполняет там все необходимые поля, например, путь к файлам приложения, настройке рендеринга, выбрать, как рендерить OpenGL, Metal, Vulkan. В нашем случае мы рендерим с помощью OpenGL. Также там настраиваются все необходимые методы, чтобы прессовать графическое окно, передаются все необходимые коллбеки, там свапнуть буферы, чистить текущий EGL Surface и так далее. И все это... Туда еще добавляются коллбеки для отслеживания, для обработки событий самого Flutter. И все это потом пакуется в структуру, и исполнение передается именно уже во Flutter Engine, и он уже занимается рисованием нашей EGL Surface. Естественно, у нас есть много источников событий, как вейланд, так и в самом Flutter, поэтому их нужно как-то обрабатывать. Для этого нужен ивент-луп. Мы взяли проверенным временем ивент-луп из библиотеки GLEP2. Он также используется в Qt, поэтому решили взять его. Также к нему очень удобно можно добавлять источники событий от вейланд. Четвертый компонент — это обертка от библиотеки Flutter Engine. Я объясню, почему мы не линкуемся с Flutter Engine напрямую, потому что в зависимости от сборки библиотеки Flutter Engine эта библиотека умеет исполнять либо JIT, скомпилированный код, если мы собрали библиотеку Flutter Engine в дебаг режиме, либо AVT скомпилированный код, если мы собрали Flutter Engine в релиз режиме. И поэтому, чтобы мы могли очень быстро просто подменить Flutter Engine, запуститься и чтобы все работало, мы вынесли это в отдельный компонент, в обертку, там делается DLopen, DLsim и просто используются уже методы Flutter Engine. И четвертый компонент — компонент Platform Channels. Это компонент для общения между Flutter и платформой. Это аналог RPC, remote, procedure call. Там идет бинарное стерилизованное сообщение, метод, аргументы и что нужно сделать. В общем, реализовав Flutter Embedded, мы уже смогли запускать простенькие HelloWorks приложения. Единственный был нюанс, что мы использовали быстро написанный на коленке в Python скрипт, чтобы собирать эти приложения. Было не очень удобно, но это уже работало. И мы понимали, что это очень удобно, использовать Python скрипт, который еще, скорее всего, не всегда работает. Поэтому мы поняли, что это не годится, чтобы отдавать это кому-то. Поэтому нужно все-таки взяться за адаптацию Flutter SDK. Мы в конце 2022 года приняли решение, что будем делать первоначальную адаптацию Flutter SDK. Взяли на тот момент последнюю версию Flutter 3.3.10. Сегодня он уже убежал далеко вперед. Но, в принципе, мы решили, что будет пока спокойнее, если мы зафиксируем версию и будем работать с ней как Work. Мы уже сделали первоначальную адаптацию Flutter SDK. Она, в принципе, работает. Можно создавать приложения под платформу Аврора. Можно собирать их в трех режимах, дебаг, релиз, профайл. В итоге получается RPM-пакет, который можно установить в операционной системе Аврора, и он успешно запустится. Если же у разработчика не получится собрать приложение, что-то пошло не так, то он в любой момент может написать Flutter доктор, ему вывезет все необходимое, что ему нужно сделать, откуда скачать, как установить. Сейчас адаптированный Flutter SDK, он недоступен для всех. Он доступен только для партнеров, которые заинтересованы. Если вы заинтересованы, можете написать на почту открытую операционную систему Аврора, и мы, скорее всего, выдадим вам Flutter SDK. Еще одна вещь во Flutter, как я уже и сказал, у него есть система плагинов. Там есть три вида плагинов — Dart, FFI и Platform Channels. Из них платформа зависимая в основном — это Platform Channel плагины. Их очень много, они очень сложные, например, Faview, видеоплеер, геолокатор, камера и так далее. Именно вот для этих плагинов нужен компонент Platform Channels, чтобы они могли общаться. В нашем Flutter SDK также поддерживается создание плагинов. Плагины представляют из себя C++ класс, который должен иметь обязательный один метод — это метод регистрации на шине. Там указывается, какой кодек используется для сериализации данных, и указывается дефолтный обработчик вызова. В обработчике вызова смотрится метод, какой пришел из Flutter и делает все необходимые действия. Мы сейчас придерживаемся следующего плана. Мы уже реализовали Flutter Embedder. Мы сделали первоначальную адаптацию Flutter SDK. Сейчас мы занимаемся адаптацией таких не очень сложных, но платформозависимых плагинов. Тренируемся, так сказать. И на текущий момент мы уже умеем запускать приложения, которые используют несколько платформозависимых плагинов. Вот, например, приложение, которое использует SQLite, платформозависимый плагин, и Pass Provider. Вот так оно работает — это To-Do List. Это операционная система Aurora. И приложение работает полностью аналогично. Можно ставить галочки, добавлять заметки и так далее. И не смотрите на частоту кадров, это гифка. Тут все неправильно, работает так же быстро. На данный момент мы сделали только первоначальную адаптацию, поэтому сейчас во Flutter SDK не поддерживается запуск в эмуляторе. Естественно, из-за этого нет удобных DevTools. Мы не тратили время на адаптацию Flutter под R64 и X86, но это не так сложно, просто не стали тратить время, так как большинство устройств у нас на архитектуре Rmv7. И потихонечку хотим начать создавать комьюнити вокруг Flutter. Она уже есть. У нас есть Aurora Beta. Мы там тоже раздаем этот Flutter SDK, чтобы разработчики могли попробовать. Кому интересно, можете найти, подать заявку Aurora Beta, написать, что вы разработчик, хотите попробовать. Вам тоже выдадут Flutter SDK. В будущий план у нас какие? Это адаптировать популярные сложные плагины для Flutter. Именно те, которые довольно будут сложны для комьюнити, но для системных инженеров операционной системы будет не так сложно. И начать организовывать комьюнити, выдавать Flutter SDK в общий доступ и начать вместе поддерживать операционную систему Аврора за счет развития Flutter, устроения багов, развития плагинов, добавления новых плагинов. Что хочется сказать в заключении? То, что операционная система Аврора — это современная мобильная операционная система и сервисы для корпоративного рынка. Операционная система Аврора — это самостоятельный дистрибутив, у него своя история. Сейчас у нас используется в основном фрейморк QT, но команда открытой мобильной платформы активно следит за развитием мобильной разработки и делает шаги в сторону мобильных разработчиков, чтобы им было проще писать новые приложения под операционную систему Аврора, а также было удобнее и быстрее адаптировать уже имеющиеся решения на операционную систему Аврора. Всем спасибо. Готовы выставить вопросы. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Вопросы о трансляции. Пронимаются ли курсы для как-было по QT? Какие же? Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку, я оброшу кубик. Следующая рука обещается. Так, где? Вопросы? Вопросы, будут ли такие же курсы, как были по QT? Видимо, вы проводили курсы. А, я понял. И, наверное, правильный фрейморкласс. Да. Ну, в принципе, пока мы не строили такие дальние планы, пока все-таки хотим начать сформировать комьюнити, скорее всего, когда мы будем уже формировать комьюнити, появятся такие мысли, идеи, и мы будем развиваться в этом направлении. Вопросы. У вас есть собственные пилотные проекты на флаттере? Да. Спасибо за вопрос. Сейчас мы с нуля ничего не писали на флаттере, потому что в данный момент, когда мы еще занимаемся только адаптацией, мы понимаем, что писать с нуля не так уж выгодно с нашей стороны, так как лучше взять какое-то уже готовое большое приложение, возможно, open source, которое использует много платформозависимых плагинов, попытаться его собрать, если что-то не заработало, понять почему, адаптировать какие-то новые плагины, запускать это приложение и так далее. Итеративно увеличивать поддержку флаттера на операционной системе Афлоры. Писать что-то с нуля. У нас сейчас не так много плагинов, а флаттер — это он очень много завязывается на плагинах. Если взять какое-нибудь приложение среднестатистическое, там будет вот такая протянка зависимостей, и большинство из них платформозависимы. Это большая проблема флаттера. Поэтому мы вот хотим сейчас выстроить комьюнити, чтобы комьюнити двигало простенькие плагины, а команда операционной системы Афлоры пыталась адаптировать уже более сложные, такие как камеры, веб-вью и остальные. Спасибо большое за доклад. Два вопроса. Первое — объясните, пожалуйста, требования, почему компилируемые обязательно. Второе — не очень понял вашу схему с раздачей SDK. Может быть, выгоднее было бы сделать консорскую реализацию, выложить это в upstream. Вокруг этого открытого проекта уже строить комьюнити. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Сейчас отвечу. Почему компилируемые? Так как мы операционная система для B2B и B2G сектора, к этой операционной системе выставляются требования по сертификации. И требования сертификации удобнее проходить имея в системе не интерпретируемый компонент, а компилируемый. Вот. И это делает процесс для обеих сторон сертификации более понятным. То, что я сказал, что в системе компонент — это не так, ошибся. Flutter не будет идти в ССС с самой операционной системой. Все нужные библиотеки и компоненты будут идти вместе с приложением. Плюс производительность получше укомпилированной системы. Последний вопрос, пожалуйста. Спасибо за то, что вы делаете. У меня такой вопрос. Рок-юти. Мы, конечно, все ее знаем и любим, но эта компания Наста не очень любит и отнеслась, прости, в прошлом году не очень хорошо. Вопрос, не заставило ли это вас как-то изменить? Попрошу коллегу помочь ответить. Да, спасибо за вопрос. Руслан Андрей, начальник отдела адаптации операционной системы для новых мобильных устройств в компании. Заставил нас врасплох. Неприятно. Тем не менее, мы базируемся на версии сейчас 5.6. Это нас уберегает от каких-либо проблем с точки зрения взаимодействия с экосистемой. И вопрос решается в том числе рассматриванием и РНД-работами с новыми фреймворками. А в будущем посмотрим, как, может быть, более радикально решить этот вопрос. Спасибо. Спасибо.